Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. В эфире Минско-городское управление МЧС, студия Анастасия Гарбер. Здравствуйте. С начала года столичные спасатели потушили более 1100 пожаров и загораний. В результате их последствий погибли 23 человека, еще 30 пострадали. Минск чрезвычайный. Несколько дней Беларусь находилась во власти непогоды и в стране действовал оранжевый уровень опасности. Погода, которая царила в выходные, привела к возникновению ряда ЧП и в Минске. Зафиксированы десятки случаев, когда шквалистый ветер срывал вывески, опрокидывал конструкции и с корнями вырывал деревья, которые падали во дворах, на балконы и автомобили. Работники МЧС проводили работы по распиловке упавших деревьев. Синоптики прогнозируют нестабильную погоду, а спасатели рекомендуют убирать вещи с балконов, парковать машины в гаражах, а если гаража нет, то вдали от деревьев. Минск чрезвычайный. В понедельник, ближе к часу ночи, пожар случился в центре Минска по Романовской Слободе. Работники МЧС спасли из квартиры на втором этаже 95-летнюю старушку, родственницу хозяйки. Она была без сознания. С отравлением продуктами горения бабушку госпитализировали. Предполагается, что причиной происшествия стало короткое замыкание электроудлинителя. Обязательно соблюдайте правила безопасности при использовании электросети и электрооборудования. Минск чрезвычайный. Хочу обратить ваше внимание сегодня еще на одну проблему. В связи с потеплением резко возросло количество пожаров на балконах. Примеры того пожары на улице Кидышка и Берута. Основная причина – открытые рамы балконов и безответственность курильщиков. Видимо, люди не задумываются о последствиях, пока к ним самим не прилетит такой неприятный сюрприз. Еще один пример. На улице авиации в микрорайоне Сокол пожар произошел в пятом часу утра. Загорелся не только балкон, но и комната в квартире. К счастью, никто не пострадал, но ремонт хозяевам потребуется серьезный. Помните, что небрежно брошенная с балкона сигарета не только признак хамства и беспечности, но и серьезная угроза опасности окружающим людям. А также правонарушение, за которое по закону предусмотрен штраф. Минск чрезвычайный. Такой была оперативная обстановка в столице на минувшей неделе. Какой будет нынешняя, слушайте в следующий четверг. Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова